Но вот один из главных атрибутов Хэллоуина, это, конечно же, яркий макияж и прическа. Можно даже не придумывать костюм, если прическа и макияж сделаны безупречно. О том, как с помощью макияжа и прически можно стать страшно красивой, и о новых трендах в макияже мы поговорим с основателем и владелицей бьюти-пространства парикмахера Ириной Жоховой. Ирин, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ирин, вот расскажите, я так, как мне сегодня приходится быть за этот праздник, вот расскажите, есть ли какие-то тренды, вот прям хэллоуиновские тренды в прическе, в макияже? Или вообще вам часто приходится делать макияж и прически на Хэллоуин? Ну, периодически такого рода заказы к нам поступают, но и, что греха таить, мы и сами. Любите, да? Любим это дело, да. Но, на самом деле, последние несколько сезонов в направлении Хэллоуин вот эта вся чертовщина немного уходит на второй план. И по большей степени выступают вперед какие-то очень интересные, ну, скажем так, более позитивные образы, можно сказать. Ну, например, вот что из последнего позитивного? Последний позитивный образ я как раз-таки увидела в просторах сети, в просторах социальных сетей. Эта группа девушек была в нарядах императриц. Ух ты! Это смотрелось гораздо более интересно, нежели какая-то чертовщина и, откровенно, какие-то агрессивные образы. Ну да, а вот скажите, вот вообще в вашей практике часто ли вот челябиньки, да, вот челябинцы, наверное, меньше, а вот челябиньки вот меняют кардинально свой образ? Вот мы не говорим про Хэллоуин, а вот вообще любят ли эксперименты? На самом деле, да. Тем более, что в последнее время восстановился такой очень устойчивый тренд. Все девушки обстригают волосы. Новый тренд последнего времени – это короткие стрижки. Огромное количество запросов поступило на то, чтобы девчонки хотели изменить образ, как-то убрать кардинально длину в большей или меньшей степени. Ирина, ну, хорошо, понятно. Короткие стрижки – это мы поняли. А вот что все-таки брюнетки, блондинки? Повальные блондинки из 90-х уходят? Ну, повальные блондинки – это такое направление, которое будет всегда. Всегда. И джентльмены предпочитают блондинок. Это не просто так существует подобная фраза. Сейчас, несмотря на то, что если в статистике мировой блондинов у нас уменьшается, натуральных блондинов, допустим, если считать с 50-х годов, то с 43-х до 14-ти процентов население блондинов уменьшилось. Но сейчас мы видим на улицах порядка 70-ти процентов блондинок, и все это окрашенные блонды, да, и поэтому устойчивая тенденция. А вот как часто мужчины меняют цвет волос? Ну, мужчины – народ консервативный, поэтому… Как-то жалостью об этом сказать. С этими консерваторами-то о чем общаться? Никакой работы не дают. Бороды поотрастили, и все. Сейчас не борода-челесники. Да, да, да. Да, это, конечно. Ну, у нас, кстати, был недавно заказ на то, чтобы осветлить бороду, но это скорее такое исключение. Так к Новому году идет мороз, ребят, не пустите. Ну, готовятся, готовятся люди, в принципе, мужчины тоже, но не так часто, на самом деле. Ирина, а вот что бы вы Степану посоветовали? Ой, это, знаете, на самом деле самый распространенный вопрос, когда мне задают… Ну, когда узнаешь, что я парикмахер, а, как тебе моя прическа? А, чтобы ты извинила, а что бы еще? А то она говорит, придите ко мне в салон, там пообщаемся. Ну, на самом деле я не занимаюсь мужскими образами, лично моя специализация – это женские направления, но в моем салоне работают девчонки в мужском направлении. Ирина, ну и, наверное, последний вопрос к жизни прямой эфир, времени не так много. Вот волосы – это понятно, да, но со временем мужчины и женщины начинают больше думать уже и о состоянии кожи в целом, вот о волосах начинают забывать. Вот волосы, все-таки их надо поддерживать всю жизнь, делать им укрепляющие маски. Ну, хочешь быть красивой, конечно, поддерживаю. Уход требуется всегда. И на самом деле вы очень крутую тему задели, что залог здорового волоса – здоровая кожа головы. Это как, ну, грубо говоря, почва для дерева. И с сухой почвой ничего не вырастет, поэтому необходимо ухаживать и за кожей головы в том числе. И сегодня, ну, скажем так, у нас огромный выбор подобных продуктов. Ну что ж, Ирина, большое вам спасибо за то, что проснулись рано утром, пришли к нам в эфир. Вы зайли против Хэллоуина? Вот так вот. Одним словом. У меня нейтральная позиция. По полтора балла у нас. Подожди, подожди. Но, Ирина, а сами будете сегодня праздновать? Там что-нибудь наведете у себя такое необычное на лице, на голове? А мы уже отпраздновали. А, на самом деле у нас в бьюти-пространстве всегда Хэллоуин, потому что у нас есть некоторый участок салона, где прикреплены черные головы. Поэтому вот у нас всегда Хэллоуин. Чи? Чи? Клиентов, которые не захотели платить. Будем считать, что поздавших клиентов, но... Ну что ж, Ирина, большое спасибо за то, что пришли к нам в гости. Мы напоминаем, что на наши вопросы отвечала Ирина Жохова, основатель и владелица бьюти-пространства «Парикмахер».